Федя в бассейн собрался, щеки надул, щеки загорели уже. Пока солнышко было в деревне, не дает ни сок понести, ни вон тот напиток сам все тащит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребятки, всем привет! Это Сейногорск. Мы сегодня выделили день с Федей съездить по делам, по магазинам. Нам таки нужно доделывать кран на кухне, сантехнику. Сейчас зайдем в смеситель, посмотрим, ну и за едой для кошек, для котят. Мы тут ездим, специально покупаем корм в Хиллз. Потом, что мы еще? А, мы еще для роз заехали, взяли. Ну, я потом все выложу, покажу, что взяла. Сейчас вот зайдем в сантехнический магазин. Как бы мы в него всегда, если нам что-то надо, всегда сюда приезжаем, посмотрим, будет нам подходящее что-то там или нет. Ты что хрячешься? Так. Гибкие. Гибкие, прикольно, ну, 4000. А тысячи за две? А, вот. А они блестящие, они хромированные, чего-нибудь. Оно постоянно, что грязное, в каплях у этих. Их там вода такая, в это, ну, скважина. Не, оно постоянно все в этих каплях, не квартирное. Ну, я понимаю, купите средства, вы ухаживаете, протихаете. Нет, не хромированных, нет кранов. Все понятно, что вот такие вот. Вот такие матовые. И такой белый весь. Такой же, такой белый. Так, это будет высокий, гибкий. Вот, наверное, это я прям такой и хочу. Да, и можно кошек будет туда засовывать, мыть. Мам, ну, либо вот этот. Нет, это как вообще душ какой-то. Ну, да, это с переключением на душ. А, да? Ну, вот, видите, тут к нам переключается на струянку, на душ. Я как угадала, да? А вот эти вот у них все одинаковые же? Да. Ой, сколько красоты. 15 тысяч всего тандыр. Прикольные какие. Так, очиститель воздуха. Вот, увлажнитель нам надо бы, наверное. Много всяких разных штук. Нагревателей. Так, черный кран наш. Там... Оля, это электрообогреватели, Федя, это не картины. А видишь, цена зачеркнута, наверное, нету их. Нет, все. Так, пойдем, мы сейчас спросим про... Бассейн. Ты что, у тебя такой точности стоит? Погода-то нету, бассейн надувать. Пошли еще про... Кран мы купили и посмотрели систему отопления, если поменять печное и электрическое, которое у нас сейчас есть, поменять на котел длительного горения трубы. Вот, там, вот это все нам человек, работник магазина посчитал примерно. Где-то 1150, это без труб. Нужно на все вот, на все эти... Прибамбасы. На сам котел, на там еще расширительный бачок какой-то, еще там чего-то, еще чего-то. В общем, я так думаю, ребята, нам дешевле ездить в Сочи еще лет 5, наверное, лет 10 зимовать, чем нам вот менять эту всю систему на наш маленький домик. Вот оно прям вообще, наверное, того не стоит. Это еще плюс работа будет, плюс трубы. Это тысяч, я не знаю, наверное, 250 точно уйдет на это все. Ну и смысл. Ну, там домик этого столько не стоит, сколько уйдет на отопление, на вот эту, на замену. Короче, пока эту идею я отложу. Ну, хотела сделать, да, хотела, но пока, наверное, мы воздержимся. Будем посмотреть, что будет дальше. А так у меня за электричество, когда вот на полную все батареи я включаю, вот, в самые морозы, минус 30, нам хватает тех батареи, они как бы прогревают, дом-то теплый сам, плюс я там полы все утепляла, вот, и дома нормально 26-28 градусов, прям вот стабильно, в такие морозы. И по деньгам у меня где-то тысяч 13 самое большое, 14 уходило в месяц за электричество. Вот электричеством я отапливалась всегда, плюс печку я вообще ни разу засему не затопила. А если подтапливать печку, да, мы батареи наполовину, допустим, ну, конечно, будет меньше. Вот, в общем, пока отопление менять я не буду. Вот кран мы сейчас поменяем, сделаем красоту еще маленько на участке, какие-нибудь там декорации будем делать, что-то красивое будем делать, а с отоплением пока так оставим все. Заехали на усадьбу, на участок, посмотреть, проверить, что тут как. Саженцы стоят, все хорошо, розы тоже нормально прижатые. А вон там вот палочка, она там, отпугивательная, декорация, наверное, была. Отпугивательная? Мы с Федей любим обход делать, да, Федя? Угу. Пойдем делать обход, посмотрим, сколько сейчас градусов у нас тут. Вот этот домик, вот представляете, чтобы сейчас сделать отопление полностью, вот эта, которая, твердотопливный котел, 200 тысяч надо. Так, плюс 11 на солнце показывает, ну, не знаю. Так-то свежо, в общем-то. Открываю, открываю. Федя кран несет новый. 18 градусов у нас сейчас в домике. Розовая принцесса моя, все нормально с ней. А я оставила здесь одну батарею, вот эту включенную, про которую я говорила. Вот у нас сейчас вот такое отопление в розетку, и все. То, что купила для роз, для сада, для остальных растений. Хорус, это вот сейчас обработка у меня идет. Вот, а он работает при любой температуре, им все вообще можно. Заранее ждать не надо, знаете, когда кто-то заболеет, сразу же обработка весной. А потом уже вот это все, НВ-101 подорожал. 240, что ли, рублей я купила, а был что-то 115. Вот, Эпин. Эпин недорогой, но у него действие тоже такое. Эпин, как ОНВ-101, он тоже стимулятор роста, урожайности. Вот, Эпин. Циркон еще возьму, не было циркона. И взяла кабачки в этом году. Тыквы, наверное, не будут садить, что у нас ее никто не ест, куда ее девать. Непонятно, она нарастает. Вот, а кабачки мы едим и делаем. Ну, вот такие взяла, там еще вперед какие-то брала. Разные, разноцветные, разной степени созревания. Вот, побольше кабачков насадим, мы их любим. И будут у нас розы и кабачки на участке. Не, ну, малины, еще малины много, смродина. В общем, не захотелось сегодня нам кран менять, оставили на потом. У нас сегодня у Феди еще бассейн, нам надо очки отремонтировать. Что-то там с очками не то. Вот этот вот колодец, вот я туда всякой ботвы, травы туда наносовала за два года. В этом году я вот хочу туда тоже кабачки посадить. И пусть они из него растут. Там уже прям сверху вот этой земли присыплю и будет нормально. Что мы туда пошли? Не пошли туда, разворачиваемся. Слушайте, вот поездки в город, вот это вот по магазинам, вот это так вот, прямо у меня из меня все силы выжимает. Мне потом делать вообще ничего не охота после этих поездок. Здесь у нас плюс восемь. Да, плюс восемь. Нормально все. Ребятки, это все еще черемушки. Я после поездки в город часик буквально дреманула. И я как новый человек абсолютно готова к подвигам. Ну, у нас ближайший подвиг это поход в пятерочку. Бывший сосновый бор, шишка, вот он он. И потом через час у нас бассейн у Феди. Сейчас мы тут еще на площадке поиграем, сходим. Это мы в поисках картошки все ищем. Представляете, картошки не могу нигде найти, купить. Все хорошо, красота, конечно. Сосны, ели, горы, пихты. Но солнце из-за этих гор поздно встает. И рано уходит. Вот сейчас уже все у нас скрывается. И мало солнца здесь, друзья, мало. Как бы там ни было, конечно, хотелось бы его побольше. Как бы здесь хорошо и красиво ни было. Так, ну вот. Бывший магазин шишка. Может, кому-то будет интересно. Кто, может быть, здесь бывал, живал когда-то раньше. Ничего не поменялось. Дорожки все те же самые. Сосны вековые все те же самые. Здание магазина то же самое. Только его вот обшили. И пятеру сделали. Помидорки чуток подешевели. Сот девяносто девять взяли мы. Взяли капусту. Капуста подорожала. Девяносто девять рублей. Вот. И картошка вот такая по восемьдесят, такая по сорок. Ну, наковыряла такой подешевле. Так, редиски бы нам еще. А вот есть. Сто двадцать девять полкилограмма. Окрошку мы все-таки хотим сделать. Федя пошел поиграть на площадку, пока у нас до бассейна время есть. Ну, как мой пловец? Федя пошел поиграть на площадку, пока у нас до бассейна время есть.